Здравствуйте, меня зовут Андрей Широков, Клуб Эфирит Проводоцелитель. Этот выпуск про кровь, сгущение, либо вязкость крови. Есть ли такое вообще... Можно ли вообще говорить о густоте крови? И я вспоминаю, что у меня даже некоторые уже ушедшие родственники пытались разжижать кровь, например, аспирином. Да, была такая мода в конце 90-х, в начале нулевых, может быть и сейчас кто-то этим балуется. И вышел недавно познавательный ролик от врача Евгения Божьего о том, что никакого сгущения крови нет. Ну и в любом случае он совершенно прав о том, что, упаси Боже, еще и ацетилсалициловой кислотой разжижать кровь. Меня попросили сделать на эту тему ролик. Вы знаете, очень не хотел я вдаваться вот в такие, ну, тонкости, чистые, такие биохимические, медицинские. Многим это, скорее всего, будет не очень интересно. Хотя, вот, пугают, что сгущение крови грозит инсультами, инфарктами. И, ну, вы на экране видите вот такую общую информацию, которую можно почерпнуть в интернете о том, что вот как важна кровеносная система, что любые патологические процессы, затрагивающие ее, ведут нарушение работы внутренних органов. Совершенно верно. И густота тут, пишут, крови свидетельствует нарушение ее состава. Согласен. У меня биолокационно светится то, что у людей бывает сгущение крови. Я это испытывал. И я знаю, что такое, когда у меня брали кровь, и мне жаловались, говорили, она у вас просто не течет нормально, да. И когда у меня количество гемоглобин зашкаливал 150-160, при этом я чувствовал себя ужасно, а это ни о чем хорошем не говорило. И мы можем с вами прочесть, что, как бы, вот они пишут, что вот эта густая кровь, здесь якобы из-за повышения, либо просто наблюдается повышение эритроцитов, количество гемоглобина. Согласен. Возрастание форменных элементов. Но здесь, одновременно с этим, вот Евгений Божев говорил о том, что, ну, кровь состоит из двух основных компонентов, да, это кровяные клетки, форменные элементы, и плазма. И вот измеряют так называемый гематокрит. Вот, да, вы видите его определение здесь на экране. И сделайте на паузу или посмотрите в интернете. И как раз вот Евгений Божев говорил о том, что вот этот показатель гематокрит держится практически на одном уровне у человека. Я здесь, и, как бы, какие-то серьезные его изменения, они просто, ну, смертельно опасны. Я это не буду проверять. Могу сказать, что это очень похоже на кислотно-щелочной показатель крови, который, как бы, организм держит до последнего. И по крови говорить о закислении внутренней среды, ну, просто невозможно. То есть там, ну, за несколько дней до смерти человека у него будут, в принципе, анализы нормальные. Вот, и здесь вот по гематокриту вы видите. Но здесь очень интересно, что я взял пример нашего коллегу. У него вот сейчас наблюдается госгущение крови. И вот посмотрите его данные, да. Сгущение крови, ее степень 5%. Значит, я стал копаться. Вот здесь каждый случай нужно рассматривать индивидуально. У кого, почему. То есть, повторюсь, что я вижу, что есть повышенная вязкость, да, вот в конкретном случае. Но у человека наблюдается токсикоз по крови. И здесь очень важен показатель функционально-щелочного плеча метаболизма. Сейчас покажу, почему. Ну, естественно, нарушена функциональность эритроцитов. Ну, это уже последствия токсикоза и нарушения, по сути, состава крови. И тех процессов, которые отражаются по крови. Очень интересно то, что наблюдается, за счет чего вот эта повышенная вязкость, вот в данном конкретном случае. Здесь это повышение именно белков и солей неорганических. Вот вы видите, превышение неорганических солей в крови степень 7%. Важно, на фоне не 100% щелочного плеча буферной системы. Сейчас мы к этому вернемся. Превышение белков в крови степень 3%. Но, если мы поправим щелочное плечо метаболизма, а я напомню, да, мы высокомолекулярная коллоидная буферная система. Буферные системы у нас много по крови, их минимум насчитывают 4, может быть и больше. Это мощнейшие буферные системы, которые до последнего поддерживают стабильный, как бы, показатель кислотно-щелочного PH по крови. По крови, да, уже вне крови, там среда, она неправильная у большинства, закисленная, и там уже организм не будет бросать такие какие-то буферные крови, он держит до последнего. Хорошо. Ну, так вот, если исправить это щелочное плечо и задать, что оно 100% в норме, то превышение солей и белков не будет наблюдаться у конкретно данного человека, а значит, и сгущения крови нету, даже на фоне того, что будет продолжаться интоксикация. А токсины очень важно поражают, в том числе и эритроциты, и нарушают, по сути, одну из важнейших функций крови, это трофическое, да, питать, снабжение кислородом в данном случае. Ну, конечно, оно поражает и другие форменные элементы, но, по сути, идут проблемы по крови, а значит, и страдает трофика органов. И, естественно, что сосуды головного мозга, точнее, сосуды супарахноидального пространства, это мягкая оболочка головного мозга, будут спазмированы. Потому что, ну, организм защищает самое главное, что у него есть, это головной мозг вообще-то. Многие думают, женщины, что это кожа, волосы, а мужчины, что это пенис. Нет, вот у организма совершенно другое воззрение. И здесь очень важно, в принципе, нам пишут здесь о том, что, вот видите, помимо указанных клеток, да, это форменные элементы, в состав крови входят различные белки и соли. Вот эта фраза помогла мне посмотреть, потому что вот у конкретно данного человека, да, которому я измерял, у него нету проблем сейчас с превышением количества ретроцитов, либо повышенный гемоглобин. То есть он в вязкой крови, он в анализе будет повышенный, да, но у его столько, сколько нужно. Просто кровь изменена, понимаете, да, то есть если бы она была разжижена, то и гемоглобин был бы по анализу, там, к примеру, 120 у меня когда-то, а не 160, как было у меня при сгущении. Почему у меня в свое время было сгущение? Опять же щелочное плечо метаболизма. Шел активный токсикоз по крови, это на периоде очищения активного, уже на сыроедение, да, и из-за того, что щелочное плечо метаболизма я не поддерживал правильно, не употреблял достаточно минеральной воды и не промывался, да, ну и не снижал токсикоз, то вот как бы организм компенсаторно повышает количество неорганических солей и белков каких-либо, ну, возможно, связанных вот с тем, что есть токсикоз, то есть или это буферная система, то есть он вынужден идти вот на такое преступление, и, по сути, кровь становится в итоге вязкой, более вязкой, более густой, и, ну, здесь еще раз, тут, конечно, работать надо не аспирин, не аспирином, и вообще ацетилсалициловая кислота та же является клеточным ядом, то есть токсикоз по крови будет, ну, возрастать, и, как бы, в конечном итоге такая попытка разжижения крови, ну, она проведет потом еще к более тяжелым последствиям, ну, это в данном конкретном случае, пожалуйста, часто на сайте переспрашивают, скажите, а вот что у меня, а почему у меня, а вдруг у меня вот это, это вопросы, если вы хотите, чтобы я погружался в вас, я делаю это биолокационно, это время, это мои усилия, это энергия, и это не бесплатно, это консультация, просто так гадать, ну, у вас вот это, а нет у вас вот то, это, пожалуйста, к другим натуропатам, вот они как-то так просто вот пальцем в небо, и, может быть, даже попадут, я так работать не хочу и не буду. А вот данном, ну, коллеге повезло, хотя, ну, вот что-то мог бы, казалось бы, столько вот роликов у меня про щелочное плечо метаболизма, я его всем на консультации измеряю и говорю, ну, его надо все равно и вам приподнимать, это важно, идет токсикоз, токсическая внутренняя среда, и по крови это дает, и вот даже наш сотрудник не может поддержать это плечо, и повышает нагрузку, а это усталость, это минус энергия, это недомогание, и, как бы, ну, естественно, что такая кровь, видите, у нее снижена функциональность, вот функциональность эритроцитов, например, 75%, я сейчас специально даже посмотрю, у него сейчас вообще функциональность крови, в общем, функциональность крови 75, 76, 77, 78, 79, но не 80, 79, ну, жить, наверное, можно, вы у него сейчас спросите, как у тебя кровь, он скажет, да нормально, все хорошо, все хорошо, ну, я пока там посижу, ну, пока лишний раз там подтягиваться, что-то сегодня не хочется, что-то хочется просто полежать, ну, вот так вот, как старенькие бабушки, да, вот, лучше посижу, сериальчик посмотрю, гулять как-то вот прохладно, например, да, это еще раз, это в данном конкретном случае, поэтому, ну, не соглашусь с Евгением Божьим, все-таки есть такое, ну, вот там мне это видится тоже как сгущение, понятно, что, точнее, увеличение количества белковой массы, да, и вот в данном случае неорганических солей, компенсаторное, да, но оно идет из-за токсикоза, прежде всего, а уже щелочное плечо метаболизма не выдерживает, по сути, такое будет наблюдаться у большинства больных, скорее всего, потому что токсикоз там, как правило, есть, да, и у молодых при, опять же, остром заболевании, там при гриппе, при, например, ОРЗ пусть, да, то есть там, скорее всего, тоже будет, там же, ну, те же вирусы, например, да, они дают токсическую нагрузку, вот она идет и по крови, вот, нужно открывать шлюзы очищения, чтобы легче организму было очищаться через шлюзы, а это у нас и желудочно-кишечный тракт, и легкие кожи, почки, ну, и печень там участвует, чтобы снижать нагрузку по крови, это вот здесь, а почему вот у конкретного человека есть ли сгущение, да, как, насколько оно выражено и с чем оно связано, давайте смотреть, я в новых роликах буду рассказывать, ну, тема просто больная, особенно для людей уже, вот, в возрасте, для пенсионеров, ну, я бы советовал очищаться и поднимать щелочное плечо метаболизма, вы все спрашиваете, как это делать, у нас куча роликов и плейлист очищения, пожалуйста, смотрите, как делать, а как делать именно вам, либо на консультации, либо вы сами на основании, вот, многих роликов сделайте себе сами программу, и такие у нас есть случаи, когда люди говорят, и сами берут рамки, и уже маятники, и по моим роликам измеряют себе, вот, определяют там и паразитов, и смотрят степень чистоты, степень восстановленности, вы все можете это сами, вам все это дано. Андрей Широков, Клуб Эфрид Правда Целитель, до скорых встреч!